Сектор недвижимости в Грузии, каков он на самом деле? Какая недвижимость является наиболее привлекательной с точки зрения инвестиций? Об этом мы общаемся с Ираклием Квергелидзе из Орби Групп. Недвижимость в Грузии, какой тип недвижимости является наиболее популярным, наиболее продаваемым, возможно, да, и какой является наиболее перспективным? То есть, в какой есть смысл сейчас вкладывать свои средства? Грузия развивается очень быстрым темпом, и особенно регион Аджары. Мы в основном строим в городе Батуми, и когда анализируем рынок Грузии, спрос в недвижимости – это апартаменты. Апартаменты в апартотелях. Почему? Потому что это является видом недвижимости, который и есть актив, как недвижимость в собственности. Это есть способ получения прибыли регулярного. И третья особенность – это то, что когда заинтересованное лицо покупатель вкладывает в начале строительства, он практически в конце строительства получает недвижимость, который стоит 2-3 раза больше. То есть, так быстро растет цена? Знаете, что у нас, например, если мы берем новый проект «Орби Бич Тауэр», у нас начальная стоимость студии апартамента – 21 555 долларов. А в конце… Это стоимость квадратного метра или стоимость всего апартамента? Это стоимость всего апартамента. Есть такие вопросы, честно говоря, потому что мы имеем офисы в Киеве, в Москве, в Петербурге, в Нью-Йорке. В частности, в Москве есть квадратный метр. Градаки всегда спрашивают, это цена квадратного метра? Нет, это цена апартамента. И вот мы начинаем с этим ценам, старт у нас продажи вот так получается, а в конце будет… У нас факты есть, такие других проектов, которые уже реализованы, чтобы такие апартаменты уже стоят около 50 тысяч плюс-минус. Почти в 3 раза. Почти в 3 раза. Вот в недвижимости есть два основных приоритета. Это первое, как растут цены на недвижимость во время стройки. Это первое. И какой будет у него стабилный доход. Вот и то, и то. Вот эти параметры в Грузии, в частности в Батуми, практически на высшем уровне, можно так сказать. И думаю, что вот эти приоритеты, вот эти параметры дают нам очень хорошие условия для продажи не только внутри Грузии, а за рубежом. Из-за рубежа, вот если мы подошли к этому вопросу, из-за рубежа, насколько интересуются часто, много ли людей, частных лиц или все-таки компаний, кто чаще обращается за вашими услугами и готов выделять свои средства для того, чтобы построить себе апартаменты в Грузии? Хороший вопрос. У нас в последней продаже, то есть последнего года, вот, предыдущего года, да, в 2013 году 85% не гражданины Грузии. Ну, лидирует, то есть лидирующих стран входит Украина, Россия, Израиль, Полша, то есть в основном они частные физические лица, частные лица, есть компании тоже, но в основном частные лица, которые приобретают для себя, как курортная недвижимость, и параллельно, чтобы они заработали как минимум те деньги, которые надо для отдыха, но вообще-то вот последние анализы нам дают уже итог на то, что окупаемость наших недвижимости на этом этапе уже составляет 4-5 лет. Это очень высокий срок окупаемости, но все равно в Грузии на данный момент на этом этапе. Поэтому я думаю, что сейчас есть время, чтобы вкладывать и инвестировать в недвижимость в Грузии. В Батуми является один из, то есть после Тбилиси, после столетий, да, а Батуми это самый активный город в Грузии. И не только в Грузии, во всей регионе, потому что практически там и работают крупные компании, потому что вы знаете, что это город портовой, пограничный, то есть много чего есть у Батуми, поэтому есть интерес за рубежом, в том числе и с Украиной. Если говорить о ценах, тенденциозность какая? Цена растет. Вот за последние 5 лет, если взять, насколько стоимость апартаментов, если мы говорим уже об апартаментах, а не в средственном квадратнометре, насколько эта цена выросла, на сколько процентов, на сколько тысяч долларов? Да, я вам скажу, что на цену влияет два фактора. Первый – это календарный год. Во время этого уже в завершенном проекте в обычном недвижимости увеличивается соответствующий процент, если я не ошибаюсь, это от 10 до 15 процентов. Это обычный рост цены, потому что Грузия развивается, уже мы подписывали. Договор об ассоциированном ученстве с ЕС. Да, с ученством Евросоюза. У нас практически в ближайшее время будет уже единое пространство с Евросоюзом. Этот фактор тоже уже влияет насчет рост цены. Грузия развивается, экономика его растет в год как минимум 5-6 процентов. Это минимальный рост, который тоже влияет на цену. Грузия – это стабилная, не криминальная, не коррумпированная страна. И когда каждый год вот так и подтверждается, это тоже влияет. Ну, разные факторы влияют. Это первый фактор. И второй фактор – это то, что на наших апартаментах, это когда человек вкладывает земли на это. И есть третий фактор еще. Вы знаете, что если вот в начале строительства ты вкладываешь, тогда у тебя в конце строительства получается, как я вам сказал, в 2-3 раза больше. И следующий фактор, который сейчас и начинает работать, потому что мы вот первые годы, которые уже начинали оперировать наши апартаменты, и это фактор уже получения прибыли. То есть, когда у тебя регулярный прибыль, регулярный доход, это уже дополнительный фактор, который влияет на цену недвижимости. И мы всегда говорим, наши апартаменты как коньяк. Как идет, как дольше идет время, так и уже дороже становится. То есть, и вы знаете, вы должны знать, что у нас технология стройки такая, чтобы практически для него время насчет эксплуатации уже не существует. Но имею в виду соответствующим. То есть, срок эксплуатации практически… Ну вот по цене, получается, что, ну, судя с ваших слов, за последние 5 лет фактически цена выросла практически в 2 раза? У нас даже больше. Даже больше, чем в 2 раза? Да, да, да. То есть, за счет того, что идет развитие активной страны? Мы думаем, что это только начало. И мы думаем, что в ближайшее время будет еще растить тени. А насыщение рынка, рынок апартаментов, вот жилой недвижимости, насколько я понимаю… Это не классический жилой. Вот данный сегмент недвижимости, насколько он насыщен? То есть, до насыщения там еще 50% рынка только наполнило, да? То есть, потребности есть? Да, я вам скажу, вот в 2014 год числа туристов было до 6 миллионов, да, в Грузии. Но пока, пока этот рынок практически удовлетворяет спрос в ближайшие 8-10 лет, потому что у нас каждый год тенденция есть увеличения числа туристов. А где его посетить? Где-то должен создавать инфраструктуру. На сегодняшний день у нас на презентации Биллстов всего 13 тысяч постел, можно так сказать. И кого хватает 13 тысяч, когда в год 5 миллионов? Если мы разделим по неделям, у нас это не хватает вообще. Поэтому мы думаем, что как минимум 40-45 тысяч апартаментов надо для того, чтобы как-нибудь урегулировать этот дефицит. И вот я думаю, что Грузия по своим развитиям достигнет до того момента, когда практически у него будет не 5, не 10, не 15, а потенциал есть, чтобы получил 40-50 миллионов в год. А это, если Дубай получает 40-50 миллионов, почему не сможет Грузия этого создать? Для этого надо инфраструктура. Есть, но надо развиваться. Надо еще строить 24 часа, 7 дней, неделю. И мы так и работаем. Поддерживают правительство, поддерживают общество, социум. И для нас это очень хорошая атмосфера. И на этом есть фактор успеха. О том, как можно вложить свои деньги в недвижимость в Грузии, каковы перспективы данной инвестиции, мы общались с Ираклием Квергелидзе из Orbi Group. Спасибо за ваше внимание. С вами был Александр Кулебаба, специально для Dukos Coffee TV из Киева. Субтитры создавал DimaTorzok